МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарапуле же определились победители второго этапа Кубка Удмуртии по BMX-спорту. У юниоров в гонке классик лучшее время дня показал Александр Завьялов. В юношеской группе отличились Александр Казанцев и Юлия Зорина. Этот турнир для них был этапом подготовки к первенству привожья, который статует в Сарапуле 11 июня. Герой нашего следующего сюжета – это школьники. Сейчас у них каникулы, и они отдыхают в городском спортивном лагере. Там им всегда есть чем заняться. В насыщенной программе не только тренировки, но и различные творческие и музыкальные конкурсы. Один день из жизни лагеря в нашем сюжете. В 9 утра в Севсбуре и легкоатлеты, и гонболистки – воспитанники пятой спортшколы. Сначала у ребят легкий завтрак, потом тренировка первая. Всего же их две. И так пять раз в неделю. Лагерь у них спортивный. Школьный лагерь очень мне нравится. По той простой причине, что, во-первых, дети здесь в особенный раз. Во-вторых, хорошее, замечательное питание. В-третьих, у нас масса времени, посвященная тренировкам. То есть мы можем в течение дня спокойно тренироваться, ну и получать удовольствие от хорошей, замечательной погоды. Очень веселый коллектив, мне очень нравится. И, конечно, намного лучше заниматься в коллективе, чем одному. Как-то веселее, все другого поддерживают. Когда не получается, посмеялись, потом в следующий раз получится. Ребятам в лагере нравится. Они ходят в кино, в бассейн, театры, а также проводят конкурсы творческие и музыкальные и готовятся к важным для себя стартам. Так Борислав Шиланов, неоднократный победитель многих легкоатлетических стартов, выступит на этой неделе на первенстве Удмуртии. Говорит, задача выполнить второй взрослый разряд. 2.15 на 800 метров. Я бы хотел выбежать по повстарации. И пробежать 2.14, 2.13. Вот задача. И еще на 400 метров выбежать из 5.7. Усердно постигают гонбольные азы и 12-летние девчонки. У них тоже впереди ответственный старт. Осенью пройдет зональный этап первенства России. Мы в школьном лагере пытаемся стать сильнее, тоже сплоченнее. И в следующем году выигрывать тоже на других командах. Спортивный лагерь продлится до конца июня. И функциональный фундамент, заложенный летом, даст свои плоды в сезоне. В этом не сомневаются ни тренеры, ни спортсмены. Сейчас мы вам расскажем о молодом человеке, который в свои 13 лет уже мечтает стать наставником по спортивным танцам. За его плечами участие в престижных международных турнирах и тренировке со сборной России. Кто этот талантливый юноша, расскажет Татьяна Мальцева. Этот юноша Леонид Троянов привела его в танцы первая партнерша Алиса. И начинали они свой спортивный путь в Ижевском танцевальном клубе «Ритм» у наставников Кулябинах. Ритмы латино-европейской программы его настолько увлекли, что спустя 7 лет он встал перед серьезным выбором. Здесь у меня уже не было перспектив для больше дальнего развития. И поэтому мне тренера, с которыми мы начали заниматься, предложили встать в парус девочкой, которая занималась в Москве. Решение пришлось принимать всей семьей. Тяжелее всего оно удалось маме Леонида Светлане. Она признается, серьезный настрой сына окончательно убедил ее в необходимости этого шага. Я реально понимаю, что человек, который решил профессионально свою жизнь связать с этим видом спорта, он должен развиваться. Он не имеет права останавливаться ни на одном своем отрезке пути. Наставниками, которые взяли под свое крыло Леонида с его новой партнершей, стали известные спортсмены Карина Задаян и Дмитрий Семьешкин, и Денис Донской, и Мария Гальцева. И буквально через год Леонид и Валерий уже приняли участие в своем первом крупном турнире. Это был чемпионат Российского танцевального союза, проходивший в Москве в самом большом выставочном центре Крокус Экспо. Там наш был первый большой турнир, который у нас состоялся дебют. Там мы в латиноамериканской программе заняли шестое место в финале, а в стандартных, в европейских программах, мы заняли пятое и седьмое место. Последний старт, в котором приняли участие Леонид и Валерия, прошел в Англии. Это был легендарный Блэкфольский фестиваль, в рамках которого проходил Европейский форум, где пара заняла четвертое место. Леонид признается, даже в свои 13 уже готов был бы стать танцевальным наставником. Но надо еще немножко поучиться, говорит юноша. Сейчас новости дзюдо. В Пензе прошел второй этап летней спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения. В весовой категории 48 килограммов отличилась ижевчанка Дарья Иванова. Воспитанница Максима Жолобова стала победительницей турнира и выступит в финале спартакиады, который пройдет в августе в Армавире. Последняя. Воспитанник футбольного клуба «Зенит Ижевск» Никита Медведев, который сейчас является вратарем футбольного клуба «Ростов», женился. Торжество состоялось на днях в Ижевске. Избранницу Никиты зовут Наталья. Отметим, что сейчас Никита отдыхает в родных краях после успешной серии игр в российской футбольной премьер-лиге. Это были все новости спорта у меня на сегодня. С вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok